И еще немножко примеров. Пусть у нас есть два списка. Мы знаем, что внутри каждого числа разные. То есть в одном может быть 1, 2, 5, а в другом 1, 3, 7. Внутри каждого все числа разные, но они могут пересекаться между списками. Этот алгоритм как раз занимается пересечением таких списков и выдает количество чисел, которые встречаются и там, и там. Пересечение. Как можно сделать это быстрее? Нажмите паузу и подумайте. Итак, давайте посмотрим на код, как это сделать быстрее. Внимательно обратите внимание на разницу. У нас добавилась в начале одна строчка int y равно 0. И немножко изменился второй цикл. Во-первых, там y не зануляется в начале. А во-вторых, условие добавилось. В остальном это те же два фора. И также при равенстве мы делаем принт. Сразу скажу, плюс-минус единички здесь могут быть расставлены некорректно. А расставить такие плюс-минус единички – это ваша задача. Очень легко показать, что этот алгоритм линейный. y всегда бежит от 0 до n. y также бежит всегда от 0 до n. Оно не уменьшается. В предыдущем алгоритме y каждый раз заново бежал от 0 до n. А здесь y всегда растет. Оно не сбрасывается в 0 на каждой итерации. Поэтому общая сложность – n. Осталось доказать корректность. Это мы спросим на экзамене. Но рассказывать сейчас я это не буду. Я верю, что у вас достаточный кругозор, чтобы это сделать самостоятельно. Почему это называется метод двух указателей? Это нельзя назвать прямо какой-то совершенно сложной системой или каким-то крутым алгоритмом. Это такое, скорее, жаргонное название маленького-маленького приема. Но он очень важен для осознания более сложных техник. То есть его ценность прежде всего обучающая. Вы поймете важную идею, которую сможете применять потом в других местах. Давайте все-таки обсудим, почему он называется метод двух указателей. Дело в том, что переменная i и переменная j бегут вместе параллельно. Это и есть метод двух указателей. Ничего магического. Два указателя. Указатели – это переменная i и j. Может показаться, что два указателя – это обязательно промассивы. Но нет. Мы сейчас рассмотрим другой алгоритм, где массивов никаких не будет. Извлечение корня в целых числах. У вас данное число c, вам нужно найти корень из c. Причем округлить его в одну из сторон, в меньшую либо в большую. В данном случае код округляет в меньшую сторону. Давайте обсудим этот код. У нас есть две переменные – left и right. Left в квадрате всегда должен быть меньше либо равен c. Right в квадрате должен быть всегда больше c. Изначальные значения для left и right мы подбираем именно таким образом. c плюс 1 всегда больше, чем c. c плюс 1 в квадрате всегда больше, чем c. Осталось это поддерживать. Здесь написан бинарный поиск. Помните, за какую сложность он работает? Поставьте паузу и подумайте. Итак, наверное, все вспомнили, что за логарифм. Вопрос. За логарифм от чего? Нажмите паузу и подумайте. Отвечаю. За логарифм right минус left. Это может быть неочевидно. Наш отрезок начинается в left и заканчивается в right. Длина этого отрезка влияет на сложность алгоритма. Поэтому алгоритм работает за алгоритмом от длины этого отрезка. То есть right минус left. Если быть совсем точным, то длина отрезка right минус left плюс 1. Но это не влияет на асимптотику. Упражнение. Текущий алгоритм, если из числа извлекается целый корень, находит его. А если его нет, то находит самое большое целое число, которое меньше данного корня. Модифицируйте алгоритм так, чтобы из числа, из которого можно извлечь целый корень, он также извлекал. Но если из числа нельзя извлечь целый корень, то вы должны выдать ближайшее справа число. То есть самое маленькое из тех, которые больше. Подобные упражнения вы решали в основах программирования. Поэтому я рассказывать их сейчас не буду. Следующая задачка. Уравнение а квадрат плюс b квадрат равно c. Нужно его решить. c дано, а и b нужно найти. Здесь вы можете видеть самый топорный код, который работает за квадрат. Как сделать так, чтобы он работал за целый логарифм c? Поставьте паузу и подумайте. Я думаю, что большинство догадались, что предыдущий слайд был не зря. И мы можем использовать бинарный поиск. Таким образом, c лог c. Но наша тема — метод двух указателей. Как его применить здесь? Когда в прошлый раз мы применяли метод двух указателей, там было два массива. Как здесь сделать массив? Вы можете взять массив натуральных чисел от 0 до c и представить, что это массив. То есть массив у вас в этой ячейке лежит i. Таким образом, у вас снова есть массив, и вы решаете задачу для массива. Просто мысленного массива. Попробуйте написать такой алгоритм на листочке или в среде, которую вы предпочитаете. Нажмите паузу и попробуйте это сделать. Давайте посмотрим на этот код. Он практически идентичен тому, который был с массивом. И это также метод двух указателей. Хорошо осознайте эту идею. Вам нужно будет использовать ее на контестах. Продолжение следует...